Всем привет, с вами студия Моё Мнение. Сегодня мы приготовим очень вкусный, очень сочный шашлык с кинзой. Для приготовления нам понадобится непосредственно такой вот ошейк. У меня здесь 3 килограмма 300, где-то 3 300 в общем. Значит, еще понадобится нам соль, черный перец горошком, перетертый в ступке. Следующая кориандр, зернами тоже перетертый предварительно в ступке. Масло подсолнечное без запаха, рубленая кинза. Кинза у нас домашняя, со своего огородика. Правда, она еще молоденькая. Для себя зелень выращивать, милое дело. Остальное можно купить. Запах просто волшебный. Если вы используете свежую зелень в маринадах, помытую и вытертую насухо, то такой маринад может мариноваться до 1,5 суток. Свыше 1,5 суток вы используете только сухие травы. А если вы используете в маринаде свежую зелень, помытую и мокрую, режете в мясо, то такой маринад максимум до суток, не больше. Вы должны тоже это помнить. Что я хотел сказать по поводу подсолнечного масла. Когда любая специя попадает во влажную среду, она начинает раскрываться, выделять из себя запахи. Масло ее удерживает и все запахи идут в мясо. Как есть такое понятие, что масло раскрывает специи. Масло обволакивает кусок мяса, забивает микротрещины в мясе и при попадании на угли, на большую температуру, моментально запечатывает его и сохраняет в нем максимально влагу. И при этом дает хорошую, красивую и вкусную корочку. Так, ну что, приступим. Первое, с чего мы начнем, мы нарежем мясо. Такие вот кусочки, то что нужно. Первое, соль. Солим хорошо, не забываем, чтобы мясо было на грани пересола. Посолили, следующее, берем черный перец. Крупно перетертый. Следующее, кориандр молотый. Много рубленой свежей зелени. Хорошо массажируем. Сочетание кориандра с свежерубленной кинзой просто неимоверное. Добавлю еще. После того, как все перемешал, беру и добавляю масло. Грамм 100-120. И начинаю хорошо вымешивать. Очень важный момент. Я масло добавил до лука, потому что моя задача оставить все запахи, все специи на мясе. Если бы я добавил лук, а потом масло, лук бы обвернулся в масло, а мясо отдельно обвернулось. И они друг друга не взаимодействовали. Поэтому лук я добавляю в последнюю очередь, буду выжимать сок. И последний отправляем по максимуму отжатый лук. Добавляем. Значит, план такой. Мясо мы подготовили, теперь хочется выехать в лесок, к речке. Сейчас пока мясо наколю дров с собой, пока мясо возьму мангальчик, погружу и так далее. Пока мясо доеду, перегори туда-сюда, часик полтора-два, и уже будет все готово. Мясо уже будет готово. Если вам надо больше, маринуйте больше. Не забудьте поставить в холодильник. Запашок стоит просто бомба. Лесок, речка рядом. Что еще надо? Хорошая компания. Вкус шашлыка, оттенок кинзы. С лучком будет просто... С лучком будет просто бомба. Всем приятного аппетита. Подписывайтесь на канал. До новых встреч.